Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну вот, в первую очередь, я бы, наверное, обратил внимание на то, что ревность это то, что как правило. Правило является проявлением неуверенности в себе. Вот. И, соответственно, если мы говорим по факту про вот эту вот неуверенность в себе, да, то вы в чем-то вот сомневаетесь. То есть вы сомневаетесь вот, ну, допустим, своей ценности для партнёра как-то. Есть некоторые основания, у вас я предлагаю для этого. Есть основания для того, чтобы вы себе сомневались. Вопрос только в том, какие это основания, ну, что это за основания, что, ну, что это, насчёт, ну, что это представляет из себя, вот, по которым вы сомневаетесь, по которым вы сомневаетесь, по сути неуверенность в себе, по сути дела, ну, по большому счёту. По большому счёту это вот неуверенность в себе, неуверенность в своих собственных силах, вот, и всякое такое прочее. Вот, и на мой взгляд, ну, вот это вот, ну что, в первую очередь нужно обращаться внимание вообще на это. Именно на то, что вы в себе как-то, ну, как-то вот неуверенно, может быть. Вы боитесь, что свою девушку, вероятнее всего, вы боитесь свою девушку потерять, вот, а вы боитесь, что она, ну, уйдёт, там, грубо говоря, от вас, ну, может быть уйдёт от вас, да, вот. Куда-то, ну, вот, например, она уйдёт, там, к другому, допустим, человеку, к другому мужчину. Вот, вы будете чувствовать себя, ну, хуже как хуже, как бы, вот, и в этом нет ничего, ну, ничего хорошего для вас, как мне кажется. Если вы сомневаетесь вот в себе, если вы сомневаетесь в своих силах и так далее, по большим, ну, по большому счёту, например. И мне кажется, что на это вам нужно дать внимание на то, чего вы обладаете на то, что для вас болезни, например. Ну, вот, и, что вам там, ну, трудно, к примеру. Так, вот это вот то, на что вот я бы обратил ваше внимание. Как правило, это страх, страх быть прочным, страх от сердца длину, вот, страх, ну, отвержения, вот, и так далее. Как правило, как правило, как правило, это так. Вот, есть, конечно, другие моменты, вот, есть, ну, другие варианты, безусловно, 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 есть другие, ну, основания, да, вот. Ну, как правило, большинство оснований, они вот, ну, большинство оснований, они вот такие. Большинство оснований, это вот именно, что такая вот какая-то неуверенность, неуверенность в собственных силах. Ну, по большому счёту. Вот. Поэтому, ага, исходить нужно, как мне кажется, и в этом, в том числе, как бы. Вот. А другое дело, ну, можете ли вы это делали? Это вопрос. Потому что, вот, порой бывает вот так, например, как вот ваш опыт, в случае, да, что, что вы не знаете, вообще не знаете. Вот. Вот. Вы не знаете, что с вами происходит, вы не знаете, как вообще обращаться с этими, вот с чувствами вашими. Например. Например. Вот. И, соответственно, если такая вот проблема у вас, например, возникает, да, вот, то, конечно, вам очень тяжело. Ну, на мой взгляд, выход есть, вот, выход он в том, что вы можете поработать над уверенностью. Вот. 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 В себе. Вот. Вы можете, ну, преследовать вот эту уверенность в себе. И, значит, в дальнейшем это вы сможете выстраивать, ну, более такие вот, ну, адекватные отношения, ну, вот. Вот. Чтобы не бояться девушку, например, вашу потерять. Да? Вот. pareillyaimportate вам какие-то, вот, вот, ну, или словами. Вот. Поэтому, ааааа, тут как бы, такой вот есть нюанс, такой вот есть момент, на мой взгляд, важный, аааа, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот, если вы на это внимание не будете обращаться, то скорее всего ситуация будет складываться несколько негативно, потому что отношения, вот они, как правило, распадаются. Когда присутствует ревность, вот, когда присутствует такой, значит, элемент, ну, элемент негатива, да, элемент какого-то страха, когда присутствует, вот, поэтому мне кажется, мне кажется, что на это вам также нужно обратить внимание свое, вот. Ну, а дальше уже, я думаю, вполне вы способны для себя, вот, понять, нравится ли вам человек на самом деле, вот, или нет. Что-то, как правило, так работает, вот. Ну, сперва вам в любом случае нужно поработать с собой, вот. В любом случае нужно будет преследовать себя, вот, преследовать, ага, значит, ну, свои чувства, вот, для того, чтобы лучше, ну, чтобы лучше понять себя же, вот, чтобы лучше понять свои эмоции, свои страхи, вот, которые у вас могут присутствовать. Вот, это совершенно нормальная история. Вот. Как-то так. В общем, я бы мог вам ответить. Лучше всего обратиться будет, наверное, к психотерапевту, вот, к психологу, работать с вашими страхами, вот, и тогда нужно же решить и задаваться в чем дело. Вот. А оптимальным вариантом, ну, вот таким одним из основных причин, как получается, что, ну, люди ревнуют, да, вот, это желание быть единственным, вот, ну, тонкость здесь только в том, что, когда человек хочет быть единственным, вот, он, он в другого человека вкладывает больше ответственности за свою жизнь, вот, чем другому человеку достаточно. То есть, другому человеку много, другому человеку, ну, тяжело, вот, откровенно, просто тяжело и трудно. И это нужно понимать, что именно вы пытаетесь, ну, заполнить, вот, что именно вы пытаетесь заместить, что именно вы пытаетесь, ну, как бы, получить для себя в этой ситуации, вот, чего вам, как бы, не хватает, вот. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Надеюсь, что по ним понимаете. Вот это, в принципе, является важным моментом, о котором хотел я рассказать. Вы сами можете представить, что, значит, ваша девушка там уходит с кем-то другим гулять, например, вот, что вы чувствуете. То есть, ну, по началу вы можете ощущать такие элементы, да, как злость, например. То есть, ну, вы можете чувствовать эту самую злость, вот. Это нормальное, нормальное чувство. А что дальше? Когда вы, когда вы злость, ну, ощущаете, что дальше происходит с вами? Вот. А какие мысли появляются? Какие чувства появляются? Вот. Вот. Это очень важный момент. Именно в этих моментах, на мой взгляд, есть ответ на вопрос, что вам делать. Конечно, ситуация, по сути, по сути, ситуация такая, что ревность – это проблематика. Я бы сказал, ревность – это проблематика. Пока, знаете, не из легких. То есть, часто ревность прочно интегрируется в стереотипы отношений. Когда, например, ну, когда человек, ну, как, требует, чтобы, другой был, ну, чтобы другой принадлежал только ему одному. Это, возможно, далеко не всегда. Вот. Далеко не всегда. Возможно, такая история. И осознавая, в какой-то степени, невозможность этого, понимая, что это невозможно, люди, вот, начинают ревновать. Вот. Ну, потому что, как бы, это единственная попытка, единственный способ, единственный способ для них, вот, и в какой-то степени для вас, вот, добиться своего, вот, но, к сожалению, практически во всех случаях, в данном, так же, как и во всех случаях, в этом случае обращены на право, потому что не получится никаким образом добиться того, чтобы люди, ну, принадлежали только одному. и тогда будет, вот, какая-то такая вот вероятность того, что человек уйдет. и в этот момент вам, ну, в этот момент вы обращаете свое внимание на себя, вот. что важно, что важно, что важно, в этот момент вы обращаете внимание на себя, на себя, вот. Это, может быть, сложно, достаточно, тяжело, может быть, обращать внимание на себя, вот. Потому что вам, ну, как бы, вот, найдение с собой, да, найдение с собой, вам может быть нелегко, вот. то вы будете бояться этого, будете пытаться этого избегать, по большому счету. Поэтому человек очень часто ревнует из-за того, что боится, ну, боится остаться один, боится одиночества. Он не знает, что делать ему, ну, вот, что делать ему с собой, вот. Ну, так, как бы, это все. И является такая особенность, что человек не видит с ним сам, 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 сам себе. И, собственно, когда приходится с этим сталкиваться, то возникает проблема, возникает очень серьезная проблема. И как бы это тоже мотивирует одноременно. Так что, я думаю, что примерно вот такой ответ вам нужно дать сейчас с точки зрения психолога. Вот. Ну, на этом, на этом, я думаю, можно мой ответ, в принципе, закончить. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду вам благодарен за обратную ссылку по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и подумать, где вы весна, ну, тяжело соприкасаетесь с собой, ну, вот, сами, сами с собой. И подумайте, пожалуйста, о том, в чем там может быть конфликт. Вот. Значит, что вам помогает, как правило, помогает обращение внимания на другие аспекты своей жизни. Вот. Такие, как, например, реализация, такие и такие, как, например, более актуализированные социальные контакты, вот, такие, как, ну, выявление и корректировка определенных достижений, вот, когда, ну, человеку помогает, а, достичь каких-то вещей, а, ну, вот, в своей жизни, в своей жизни, вот, и, когда такой человек, а, все это получает, да, вот, у него, конечно, я бы сказал, ну, довольно сильно меняется отношение к ревностям, вот, это уже просто перестает быть таким важным. Ну, и до этого вам нереально захотеть, вы хотите меняться, потому что, если вы этого не хотите, например, сейчас, на данный момент, вот, то ваша, ну, ваша любовь, он, по сути своей, не имеет смысла, вот, потому что, а, вы будете, так или иначе, не упираться в барьер, вот, спасибо вам, спасибо вам, доброго вам, еще раз, удачи, вот, я надеюсь, что вы найдете возможность обратиться к психологу за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует...